И спаси невелию милость Ченосвящение молельной комнаты провели настоятель храма преподобной Ксении Римлянани, протеерей отец Дмитрий и иерей отец Александр. Богослужение приняли участие медицинский персонал и пациенты больницы. Открыта молельная комната по инициативе духовенства района. Есть литература, душеполезное чтение душа, чем должна наполняться тоже святым. Не детективы читать о больнице, а о душе подумать, о вечном, о том, что Бог дал здравие. Благочинный выразил надежду, что открытие молитвенной комнаты окажет благотворное влияние на пациентов, их родственников, сотрудников больницы, укрепит в их сердцах веру в Бога и любовь к ближним. Здесь они могут помолиться о скорейшем выздоровлении, подать записки о поминовении близких, договориться о визите священника и взять почитать православную литературу. Каждый православный тоже молится. Я тоже молюсь за свою семью, за родных, за наших больных. Желаю им здоровья. Каждое утро и вечером у меня немного, я молюсь очень мало, но я прошу просто у Бога. О том, что в больницах Татарстана будут открываться молельные комнаты для верующих, говорили еще в далеком 2008 году. Соглашение о сотрудничестве подписали министр здравоохранения республики и главы религиозных конфессий. Нововведение носило рекомендательный характер, и тем не менее в республике есть медицинские учреждения, в которых эти комнаты работают. Так, в Мамадырском районе молельная комната для мусульман действует уже на протяжении 12 лет. Здесь созданы все условия для чтения намаза. В мусульманской комнате есть все для уединения и молитвы. Коврики, религиозные книги, четки, расписание времени намазов. Условия в комнате очень хорошие, очень тепло, чисто, чисто очень. Как отмечают врачи больницы, общение пациентов с Богом способствует их скорейшему выздоровлению. Эльмира Минникаева, Алексей Петров, Лилия Латфулина, Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.